Вау, 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 привет! Это новый выпуск турблога Туры Без Мата, с вами Руслан Усачев, Данила Поперечный, всем экстрабау! Привет! Аня, скажи привет. Привет, Нижний Новгород. Мы в Нижнем Новгороде, представьте себе, мы возвращаемся сюда со своим искрометным стендапом. Почему я в наушниках? Потому что я монтирую, я монтирую выпуск из Саратова. А почему ты всегда снимаешь меня, когда я курю? Давай застрим на это внимание. Нееет! Ты сама застрял на это внимание! Так не работает, женщина! Господи! Первым делом, конечно, мы что сделали? Мы приехали сюда в 7 часов утра, смотрели всю ночь в физрука и легли спать. Даня балуется с моими яичками, но пускай. Ну пускай и забрал у меня, то есть... Так ты сажал много в дороге. Я съел одно в дороге, потому что мы увидели видео чувака, который сказал, окей, яйцо можно почистить вот так. Типа... Сделал два отверстия, сверху и снизу идет так... И оно, короче, выпало снизу. По-моему, это был... Я сказал Даню, что с такими круто сваренными яйцами не получится, он не поверил и оказался... Я не поверил, я не поверил, я сказал, но я хочу попробовать просто. Я просто хотел съесть яичко и что это в конце сделал. Сейчас мы едем куда? Мы едем... Есть шаверму на средном, потому что... Блин, кто называет шаверму? Я. Как так? Это шаурма. А, это питерская? О, понятно. Они едут, есть шаурму на средном, я еду, есть шаверму на средном. Кир едет, есть донер. На самом деле, шаурма и шаверма, это уже два разных блюда. Кир сейчас сказал неправильную вещь, но отдадим ему ему сказать. Иди нахер. Скоро нужно будет ехать в клуб, но перед этим мы решили посетить самую главную достопримечательность, которую мы знаем в Нижнем Новгороде. Это шаурма на средном. Сейчас мы туда зайдем и съедим шаверму. Нам наши знакомые и местные рассказали, что это самая вкуснейшая шаверма, которая существует на планете. Насчет планеты всей говорить не возьмусь, но мы ели здесь в прошлый раз, когда были со стендапом в Нижнем Новгороде, и это было офигенно вкусно. То есть она здоровенная, она очень сытная, она очень свежая, вкусная, яркая, сочная и при этом не очень дорогая. Сейчас взяли четыре штуки, чтобы я поел, и еще, может быть, Даня себе одну возьмет. Каждая стоит по 120 рублей всего, то есть не очень дорого. Я от ее вида и запаха так проговался, что у меня желудочный сок уже радиоактивным стал. Я ее готов дистанционно переваривать. Надеюсь, будет вкусно. Ну, разве это не стоит 120 рублей? Все так же вкусно. Разве слеза счастья этого ребенка не стоит 120 рублей? А у меня дворники не работают, я сейчас жду. Ну, посмотрите на этих двух принцев стендапа. Шаверма, доктор Пеппер, физрук, разве не в этом месте вы бы хотели сейчас оказаться? Клуб Фабрика. Идем расследовать, где же мы выступаем сегодня. Вот так выглядит наша огроменная гримерка. Нам отвели целый зал. Был выбор либо маленькая настоящая гримерка, либо вот эта. И вы такие, ну, пожалуй, чур, это наша. А еще посмотрите, кто пришел. Один из величайших рэперов наших современников. Это Ванча. Это я. Я... Мы в нижнем стоим в гримерке. Там снаружи молодые тёлки. Даня будет брать их за лехи. Вот так. Начинаем. Еще не успели начать выступать, а уже подарки пришли. Вот это доверие, вот эта лояльность аудитории. Смотрите, что проблема одна. Ну, нам принесли мишк, разные игрушечки там. Непонятно кому. Мы сейчас с Данькой будем драться. Персонажем в Gravity Falls. Видимо, сэндуку. Так, я думаю, что здесь должна быть какая-то записочка. Но нет здесь много всяких штук. Это еда или это резинки? Чур, мои пассатишки. Пассатишки. Это есть можно? Нет, это стиралки, по-моему. Это стирательная резинка, Руслан. Да, это стирательная резинка. Многие просили в комментариях, чтобы я больше внимания уделял не только своей жизни, не только тому, что происходит в здании, а также нашим очаровательным сопутешественникам, я хотел сказать, но это не имеет смысла. Допустим, Кир, сейчас специально по вашему запросу он немного расскажет о себе. Кир, как ты вообще дошел до жизни такой? Привет, я до нее доехал. На машине. Да громче говори. 90 км в час, 400 км, всю ночь, физрук, Руслан смеялся и багетил. Как тебе такое, Руслан? Если бы твоим спутником была Диана Мэльсон, то она бы была искусственным спутником. Вот этого парня поменьше, пожалуйста, в блогах. Даня, что происходит? Мы запускаемся. Мы запускаемся. Я не знаю эти сцены, я не видел зал. Будет интересно. Сейчас я выйду, а там такой, знаешь, типа... Ров сак... Ров сак... Тайный выход. Ну что, привет, Нижний, как же громко. Ваня же не просто так пришел, он друг Дани. И вот Даня только что вышел, Ваня сразу нацепил куртку и уходит. Почему? Ну... Твой же друг выступает, волнуется, нужно его поддержать. Я с ним в душе, в сердце... Сигареты дороже. И на улице, да, извините. Даня выступил. Я сейчас в том состоянии, когда я готовлюсь к выступлению, то есть я уже... Я частично готов. Я уже съел одно яичко, так что все нормально. Даня... Даня рассказывает о особенностях заведения. Расскажи о них. Ну, ты выходишь... Нельзя, короче, рано включать микрофон, потому что колонки пердят. Во-вторых, прям под тобой будет проход в другой бар. Так что не удивляйся хождению людей. Я не замечал этого сначала и очень отвлекся. Типа, о, как-то люди так близко... Не смотрелся. Надолго. Не начал. Но я, типа, очень много заикался почему-то в этом городе. Опасность, которая меня поджидают, это бар активный и заикание. То есть я стараюсь на этом сфокусироваться, да, чтобы справиться. Сейчас жду, когда Аня выйдет, наорет на меня и скажет, что надо выходить. Аня, ты это посмотрел, а ты сейчас сказал... Удали это, Руслан. Ну, ты же по-доброму орешь на меня, потому что тебе не все равно. Все потому что ты просто обожаешь орать. Ну что, готов, Руслан? Ничего не помню. Ничего не помню. Поэтому буду импровизировать. Все, что сегодня я слышал нижнюю ногу, это будет в основном импровизация. Надеюсь, понравится. Удачи, Руслан. Спасибо. Нам, кстати, на видео сказали, ну, в комментариях к видео сказали, что удача это, типа, так не желает удачи. Горят, ни пуха, ни пирайна, вы говорите, черта. Вот когда у вас будет стендов, тогда и разберетесь. Здравствуйте, все. Выступил я, вышел Даня на вопросы по отвечаю, очень понравилось. Мне всегда, то есть очень, вопрос и ответы всегда зависят от того, от тех вопросов, как ни странно, которые задают, которые, если есть потенциал для шуток, у нас получается. Иногда мы сдуваемся, уже не успеваем. Но в этот раз что Даня сделала, скажи? Почти без мата. Даня сматерился один раз случайно, а потом специально. Я бы даже сказала, очень без мата. Объяснись, Даня, зачем ты матерился? Да прикольно, потому что. Знаешь, что самое прикольное? Что мы выступили, и на эту тему Ванча сочинил фристайл. Они выступали, и мы все хохотали, йоу. Вы думаете, Ванча что? Почему я не слышал об этом гений? Где посмотреть на его видео? Канал. Канал на ютубе. Ваня Фе. Ссылка в описании. Прикольно же. У меня папа говорит, Ваня Фе, Ваня Фе, не носите галифе. Ты потомственный фристайлер, да? Да. Моя жена рожать чо? Ванчо. Вот так выглядит. Только мы расписываемся. Даже Даня расписывает, он пытается найти себе с кем в сауну поехать. Кто хочет в сауну с Даней? Но где мы найдем такую большую сауну? Это вопрос. Мы приехали по приглашению великого рэпера. Яу. Мы приехали в клаустрофобию. Здесь будет клево, по-моему. Можно ездить куда угодно с Ваней в качестве развлечения. И просто периодически заставлять его рифмовать вещи. Мы оказались в лаборатории и нужно найти лекарства. Это все, что можно снимать. Все остальное под запретом. Но вот я даже поближе встану, чтобы меньше захватывать. Надо ускориться, потому что я вообще не приношу никакой пользы. Я нет, не могу открыть. Ура! В этот раз за 2 минуты. Вообще очень быстро, да? Прошли все. 48 минут. 46 минут. 46 минут. Это мировой рекорд по самому медленному прохождению этой комнаты. Я сделал от себя все, что требовалось. Я просто трогал вещички, перекладывал их и ходил туда-сюда. Я жизнью рисковал. Много времени потратили. Практически все время. Плохо. Мы тупорылые. Но все равно выиграли! Выиграли, а значит сейчас нас покормит Аннушка. Заканчиваем наше пребывание в Нижнем Новгороде тоже у этой шаурмы именно средном. Потому что надо плотно позавтракать. Казалось бы раннее утро, но мы почему-то уже немного проголодались. Так же как убийца возвращается на место преступления, так и мы вернулись на место, где было... Казалось бы раннее утро. Сука! Я вел к шутке. Вините его. Вообще была очень напряженная, напряженный вечер после выступления. Устали. Ели. Тусились с Гришковцом. Потом Даня с Ваней устраивали dance battle в дешевой такой кустарной версии Just Dance. Сидим у Миши. Вот он Миша. Наслаждаемся высоким искусством. Вот оно. Да, я про него и говорю. Звонили Андрею Губину. Звонили, он не перезвонил, не знаю. До сих пор не перезвонил. Странно. 3.56. Воскресенье. И, может, это не его теле. Возможно, это не его теле. Все тихо. Гудки, гудки. Мы нашли сайт, на котором можно заказать звезд. И на этом сайте написано. Андрей Губин не работает. Жанна Фриске временно не работает. То есть, ну, как бы, вы понимаете, сравнение здоровый человек и человек болен раком. И, как бы, один временно не работает, другой не работает совсем. Экстра Бао. Приходите на наши последние выступления в рамках тура без мата в Москве, Петербурге и Минске. И Казани. Лего, лего, лего. Лего, лего, лего. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Я сама сексуальность.